Добрый вечер, Севинчхану. Здравствуйте. На встрече с представителем Европарламента, как я ранее отметила, глава государства отметила, что данные из законодательных и представительных органов Европейского Союза гораздо более агрессивны в отношении Азербайджана, чем парламент Армении. В чем причина, на ваш взгляд, подобного отношения со стороны Европарламента? В первую очередь здесь необходимо говорить о том, что Азербайджан не является членом Европейского Союза, Азербайджан не представлен в Европейском парламенте, поэтому какие-либо резолюции, принятые Европейским парламентом, в принципе, не являются инструкцией к действию для азербайджанской стороны. И мы, к сожалению, на протяжении многих лет, периодически, несмотря на достаточно динамичные отношения с Европейским Союзом, наблюдаем определенное напряжение со стороны Европейского парламента. Но все это объяснимо, поскольку Европейский парламент по своему составу достаточно разнообразен, и мы прекрасно знаем, насколько сильны и насколько широко представлены проармянские силы в этом парламенте, представители различных стран. И все это обычно сопровождается или предшествует каким-то значимым событиям в Азербайджане, каким-то успехам, успешным мероприятиям, проводимым в Азербайджане. То есть подпортить, так скажем, репутацию, подпортить настроение. Всегда Европейский парламент именно идет на поводу армянского лобби. К сожалению, это так, но, несмотря на это, есть четкая позиция стран Европейского Союза, есть четкая позиция Европейского Союза как единого целого. И здесь нет никаких, так скажем, двусмысленных отношений в отношении Азербайджана, поскольку Азербайджан, я думаю, что и визит Урсулы Вандерляйн в Азербайджан как раз подтверждает ту реальность, которая означает, что сегодня Азербайджан для Европейского Союза является значимым и надежным партнером. Сегодня Азербайджан является значимым партнером также для стран-членов Европейского Союза. Поэтому такого рода отношения, основанные на двойных стандартах, безусловно, нас ни в коем случае не пугают, нас никак не касаются. Мы четко знаем свою позицию, мы четко знаем приоритеты в своей внешней политике. И тут, естественно, основываясь на своих национальных интересах, на экономических интересах, на интересах стран-партнеров, Азербайджан четко выявляет свою внешнюю политику. И я думаю, что успех дипломатический, успех экономический, успех на международном уровне Азербайджана говорит о том, что мы на правильном пути и совершенно четко расставляем приоритеты. Вы отметили, что отношения динамичны, однако все-таки, как мы видим, имеются какие-то негативные моменты. И вот следует отметить, что между Азербайджаном и Европейским Союзом существуют отношения и сотрудничество на высоком уровне. Это ярко проявляется в отношениях президента Ильхама Алиева с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем в взаимных визитах и диалоге на высоком уровне в результате тесного сотрудничества. В частности, это отметила и глава государства в ходе сегодняшнего приема. Так вот, почему же проявляются двойные стандарты все же со стороны Европарламента? Ну, опять же, давайте рассматривать этот вопрос не как действия, предпринимаемые Европейским парламентом, а как четкую и, так скажем, единую позицию Европейского Союза, руководство Европейского Союза. Если мы будем рассматривать двусторонние отношения с Европейским Союзом, а также со странами-членами Европейского Союза, как вы правильно отмечаете, на высоком уровне эти отношения развиваются. Эти отношения развиваются как и в дипломатической сфере, так и в экономической. И тот факт, что сегодня руководство Европейского Союза активно участвует в ускорении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, и, так скажем, взяла на себя определенную ответственность за принуждение Армении в выполнении своих обязательств в соглашении 10 ноября. И сегодня, я думаю, что это является как раз тем самым показателем того, что сегодня Азербайджан достаточно весомый партнер. Сегодня Азербайджан, опять же, как в политической сфере, так и в дипломатической сфере, в экономической, энергетической сфере. И, безусловно, позиция Азербайджана принимается Европейским Союзом. А то, что происходит периодически в Европейском парламенте, опять же, если мы будем исходить из двухсторонних отношений на уровне парламента, то здесь тоже есть определенная позитивная динамика. Но, к сожалению, опять же, мы возвращаемся к тому, что существуют двойные стандарты, существует армянское лобби, которое активно пропагандирует антиазербайджанские действия, антиазербайджанские обсуждения, принятие определенных резолюций, которые совершенно не отражают реальность. И, опять же, смотрите, сколько людей голосуют, сколько членов парламента голосуют, кто голосует за эти резолюции, кто принимает участие в этих обсуждениях. Это марионетки в руках, опять же, армянского лобби. И сегодня мы должны основываться не на такого рода заявлениях, не на такого рода, так скажем, попытках очернить Азербайджан, опять же, отвлечь внимание общественности от реальных событий, от исторических событий, сколько основываться на двухсторонних отношениях Европейского Союза, двухсторонних отношений между Азербайджаном и странами, членами Европейского Союза. То здесь, я думаю, что можно говорить достаточно о позитивном ключе. Спасибо большое, Севинч Ханун, что уделили ваше время. Спасибо, мам. Двойные стандарты Европарламента, проявляемые в разное время в отношении Азербайджана, обсудили с депутатом парламента Севинч Фаталиевой. Продолжение следует...